Хранители тундры. В поселке Красное установлена композиция из шести статуй в честь праздника Дня Оленя в благоустроенном сквере в центре поселка. Историю создания арт-объекта, а также о будущих планах в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Николай Вылка творит скульптуры с дерева. Все началось шесть лет назад. Николай еще в колледже занимался резьбой по дереву, кости и льду. Ремесло настолько его увлекло, что юный скульптор стал выезжать на фестивали. У меня вот это дело все пошло. Я стал свободным, ездил везде по всей России, по всем фестивалям. И почувствовал, что это я себя нашел. Это мне нравится, получается потихоньку. Остается только дальше работать, развиваться, какие-то новые приемы выполнять. Еще в прошлом году Союз оленеводов заказал Николаю скульптуру ненецкой семьи. Таким образом сделали своеобразный подарок родному поселку и друженикам большеземельской тундры. Тогда он и подумать не мог, насколько эта статуя полюбится местным жителям. Олень, собака – это тоже считается частью семьи оленевода. И там есть ворон. Ворон – это глаза Нума, бога верховного ненцев. Он летает и в образе ворона смотрит за деятельностью людей. И там тоже мужчина. Он охотник, добытчик и защитник. Это он изобразен как с луком. В этом году состоялось пополнение. Скульптуры ненецких духов находятся прямо в сердце поселка Красное. Сейчас их семь. В центре – семья оленевода. Вокруг шесть миролюбивых духов. Самое главное – Еминя – богиня плодородия, покровительница женщин и детей. Дальше – хозяйка из чума, хозяин воды, леса, огня и богиня изобилия. Однако это не идолы. Если бы я делал бы идол, он бы тут, его нельзя было ставить. Его где-то надо далеко делать, чтобы туда добраться, там чужие люди не могли добраться. Это маленько по-другому. А это как скульптура обычная, просто изображение. Композиция хранителей тундры была установлена в честь праздника «День оленя» в благоустроенном сквере в центре поселка. Такие вот интересные арт-объекты. И почему они у нас? Потому что у нас национальный поселок, у нас здесь два оленеводческих хозяйства. Тем более в этом году еще сельхозпроизводственный кооператив «Харп» празднует свой юбилей 90-летия. И в честь Дня оленя, в честь Дня юбилея градообразующего предприятия «Харп» был такой подарок сделан поселку, жителям. Интересный, очень интересный подарок. Мне, честно, очень нравится. Уже полюбившийся местным жителям арт-объект в будущем может пополниться новыми скульптурами. Об этом заверил глава муниципального образования Виктор Таратин. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.